МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастье от женщины – это когда горят глаза. Сегодня я здесь для того, чтобы мои глаза наконец-таки загорелись. Со мной мои подруги Карина и моя сестра Мария. Татьяна, 23 года. Возлюбленная постоянно рассказывала о своих прошлых победах и называла ее истеричкой во время выяснения отношений. Татьяна – офис-менеджер в торговой компании. Гордится тем, что, несмотря на свою привлекательность, не утратила душевной доброты. Мечтает стать многодетной матерью. Признается, что часто ее слова опережают мысли. Татьяна никогда не вступит в отношения с капризным бабником, который живет за счет родителей. Выйдет замуж за красивого и ответственного мужчину с трехдневной щетиной и зарплатой от 80 тысяч рублей. А вы считаете, что внешняя привлекательность – это уже залог успеха в отношениях? И душевная красота – это одно и то же. Я считаю, что мужчина и также женщина, которая красива внешне, внутри имеют гармонию со своей внешностью и также красива внутренне. А что делает нам страшненьким? Работает над внешностью, я считаю, очень важным. На лице ужасное и доброе внутри. То есть вы хотите сказать, что поработав над внешностью, можно что-то изменить в себе и как-то изменить себя? Когда человек работает над своей внешностью, когда он делал все для того, чтобы его глаза горели, были счастливы, когда у него всегда естественная улыбка на лице, это очень важно, и тогда человек обретает внутреннюю гармонию с собой и становится красивым, по моему мнению. Очень, очень безумно красивый. Ты хочешь меня встретить? Это очень важно, когда человек обретает внутреннюю гармонию с собой. А почему ваш возлюбленный считал, что вы истеричка? Потому что он провоцировал меня своими словами, зная, что я очень привязана к нему, что я его очень любила, никогда не смотрела на других мужчин. Ему нравилось провоцировать мне, говорить такие вещи. Какие? Чтобы вызывать реакцию во мне какую-нибудь. Ну, например, слова о том, что я видел тебя, мать будущих детей, а ты вот такая вот мне предъявляешь претензии, истеришь. Ну, какая из тебя мать? Для меня, конечно, это... Ну, прав. Зачем жена истеричка и мать истеричка? С детьми, знаете, сколько терпения нужно? Я не истеричка на самом деле. Это он воспринимал мои обиды и мои какие-то претензии к нему здравые. Знаете, легко так сказать. Я бы тоже стала истеричкой, если бы мой возлюбленный рассказывал мне о своих бывших. Однозначно. Это была просто душевная травма для меня, когда он мне постоянно при ссорах рассказывал о том, сколько... А хотелось иногда послушать на первых этапах и посравнивать себя? На первом этапе, возможно, мне хотелось. Но потом, когда у него это вошло в привычку, и он рассказывал мне о том, сколько было, кто это был. В основном ваши подружки тоже. И как оказалось, что это девушки, которые были моими подругами детства, знакомые мои. Ну, которые тоже считали, что душевная красота и внешняя, это в комплексе должно быть. Нет, для них мнение у них было немного другое. Для них мужчина должен был быть в первую очередь богатым. Ты будешь доводить ее до истерики? Ты что? Ты меня, что ли? Ты скажешь, да, тем более, что ли. Я врумал. А претензию предъявлял? Вот всех я удовлетворял во всех отношениях, а тебе чего-то не хватает. Да, было. А чего не хватало-то? Вот всем все хватало, а вам не хватало. Чего не хватало? Я больше домашний человек. Если я в отношениях, то мне интереснее посидеть дома, приготовить блюдо какое-нибудь, посмотреть телевизор, какое-нибудь кино интересное. А ему, как только наступали выходные, нужно было куда-то бежать, лететь, встречаться с друзьями. И, конечно, я ему задавала вопрос, неужели тебе скучно со мной, почему ты не хочешь провести вечер дома. А на что он мне говорил, да. Скучно. Скучно, других устраивало все, почему тебя не устраивает. А почему не убежали от него? Потому что я очень сильно любила, я считаю, что над отношениями нужно работать. По общению она нормальная, то есть, не знаю, она логично излагает свои мысли. Логичный истерит. Логичный истерит. Тань, ну он такой был озабоченный у вас, молодой человек. В Таиланде вот такие развлечения странные. Я понимаю, там старичкам, которые приехали из Европы, им хочется пойти на эти все пип-шоу. Да, тоже была такая ситуация. Очень хотел пойти на пип-шоу. На что я ему ответила, ну давай, иди на пип-шоу, а я пойду на смежное шоу. То есть, когда мужчины показывают свои достоинства. А там разве есть такое? Да. То есть вы борец за нравственность? Не то, чтобы борец за нравственность, но зачем ему, молодому парню, имея девушку рядом с собой? А зачем молодому парню фотографии обнаженных подружек в телефоне? Ну как зачем? Тефорографии нет? Надеюсь, что. Разнообразие, Андрюха. Ну вот ты тоже задавалась этим вопросом, и для меня это до сих пор осталось нерешено. А мне, знаете, какая вот есть версия у меня? Мне, правда, по молодости лет муж говорил, я приняла к сведению. Говорит, лесом пахнишь. Я говорю, почему? А деколон такой, нет, лежишь как бревно. Понимаете? Все возможно. Может быть, как раз не темпераментная в этом же. А мужчине же молодой, ему же надо по этому медитировать. Вот и забил. Может быть, у вас причины, Тань? Возможно, я не сомневаюсь, что в тот момент я не совсем выросла, не поняла, что мне нужно от жизни. Но я не скрою того, что я его любила. Сейчас я выросла, я посмотрела на отношения, опыта набралась. Конечно, сейчас я знаю, что мне нужно от жизни. Вот кроме того, чтобы у мужчины была трехдневная щетина, что вам еще нужно? Мне очень важно, чтобы я чувствовала себя с мужчиной в своей тарелке, чтобы не было скованности, чтобы я могла и посмеяться, и быть собой, иногда подурачиться, чтобы какая-то теплота была в отношениях. А вы сами способны дарить тепло? Конечно. Я очень хочу о ком-то заботиться и дарить тепло, потому что я чувствую, что у меня внутри уже накопилось, что уже чаша полна, и нужно обязательно кому-то отдавать тепло, которое есть внутри меня. Скажите, а вас легко переманить на свою сторону? Вы в споре всегда должны одерживать верх? Или можете с чем-то согласиться, если человек рядом разумнее, допустим, умнее, дальновиднее, сказать, послушай, а ведь ты прав, а не я? Я с радостью признаю, что человек прав, если он действительно прав. Если он докажет. Нет, не то чтобы докажет, но иногда нужно трезво оценивать ситуацию. Я считаю, что я умею оценить трезво ситуацию и признать, что я не права в определенной ситуации. Но только если я действительно уважаю человека, он для меня авторитет. Я что-то не пойму, что ей надо, короче. А вот я по поводу все-таки к денежкам хочу вернуться. Значит, 80 тысяч это нормально. Ну, от 80, да. А куда? Будем рассматривать мужчину, допустим, со съемной квартиры? Или все-таки сразу же прямо, чтобы готовое было жилье? Ну, если возникает искра, если есть чувства, то я считаю, что бытовые мелочи отходят немного на второй план. Не, ну если вы озвучили 80 тысяч, надо быть последовательным. Значит, либо съемная, либо своя. Машина. Машина какого класса? Мне не стоит принципиально, какая у него будет квартира, своя или съемная. Но я считаю, что человек в возрасте от 25 лет уже должен иметь какие-то такие вещи, как машина. Квартиру, машину, успешную работу. А почему вас не устраивают мужчины молодые, которые живут не за счет родителей, но мужчины, которым родители помогают? А для кого мы работаем, для кого мы живем? Я не против. Нет, ну вы там заявили, чтобы... Я считаю, что если мужчине 27 или 28 лет, а он живет до сих пор за счет своих родителей... Такие есть? Есть. Поэтому для меня это ни в коем случае. Нет, ну мы не говорим же о заблудышках, которые пенсию у старушек отбирают, у матерей. Ну а когда... А если совместный... Нет, а если совместный бизнес, например, у вашего молодого человека с родителями? Я только за. Наоборот, семейный бизнес это, я считаю, самое лучшее, что может быть, потому что работаешь не на чужого дядю, а сам для себя, для семейного бизнеса. Ну хорошо, давайте уже знакомиться. А вот, а мне, знаешь, у меня еще последний вопрос по относительно красоты. То есть вот в моем понимании красота, ну не важно, что какое лицо, а у вас чтобы там кубики были, все остальное. А у вас какая красота? Мне бы хотелось, чтобы мужчина был выше меня, чтобы у него были желательно светлые волосы. Угу. А тело какое? Пузико можно? Нежелательно. Ну, нежелательно пузико, конечно, но я не считаю, что эталон красоты это кубики или бицепсы на руках. Это все наживное дело. Если мужчина любит свою женщину, если он видит, что ей это нужно, он сам к этому придет. А, то есть мы можем рассматривать с пузиком без кубиков, но в дальнейшем пузико убираем, кубики наращены. Пузико мне не нужно, но кубики это не самый важный атрибут. А вот у друга моего есть, посмотрите, вот они. Ха-ха-ха, тыш-тыш-тыш-тыш. А вот для меня красота в женщине, во всяком случае, это индивидуальность. Вот когда смотришь и думаешь, боже мой, ну что в ней такого особенного, да ничего, но глаз оторвать невозможно. Ну это в женщине, да, в мужчине все-таки немного по-другому. У мужчины должна быть какая-то внутренняя харизма, возможно, вот когда он заходит, и все женщины смотрят на него и думают, вот это, да, вот это мужчина. А вроде бы внешне ничего особенного. А в каком случае вы смотрите на мужчину и думаете, вот это, да? Когда мужчине чувствуется какая-то внутренняя сдержанность, когда он не болтлив, не расхлебанный, когда в нем нету излишней говорливости, когда у него манеры хорошие, он... Одет хорошо. Одет со вкусом, вот что главное. Нет, ну почему, он может, допустим, костюм от Армани, но сандалик и белые носочки. Таких не бывает, Росс. Бывает. Это если только он на помойке нашел, на Рублевке где-нибудь костюм от Армани случайно и нацепил его от хозяина, тогда он может надеть белые носочки. Да, я полностью согласна. А социальный статус? Социальный статус. Я считаю, что мужчина не должен быть из плохой семьи, например, в семье, где были алкоголики или наркоманы, потому что мне кажется, что это все-таки может передаться будущим детям. Не дай бог, конечно, но вот почему-то такое убеждение у меня. В общем, Андрюха, выходи и показывай характер. Только не переграй, а то ты любишь поручика включить. По десятибальной шкале, вот вы себе в 23 года какую ставите оценку? Ну, в сумме все, характер, профессия, взгляды на жизнь, целеустремленность. Пока шестерочку твердую. А чего не хватает? Не хватает пока сдержанности, наверное, и умения контролировать себя и не высказывать свои мысли слишком прямолинейно. Значит, вы плохо воспитаны. Ну, может быть, плохо, я спорить не стану, но нас воспитывала мама одна, у нас сестра абсолютно разные характеры. Она абсолютно не такая, как я, она сдержана, она скромная, она не говорит то, что думает. Хотя воспитывали нас одинаково, поэтому вопрос воспитания тут... Ну, тогда совет, знаете, как говорила мне мама, слово серебро, молчание золото. Ну, вообще пока непонятно, что она хочет, ну, что-то она хочет, точно говорю. Что-то хочет. Да. Где вы знакомитесь, где вы бываете, как вы проводите свое время свободное? Я встречаюсь с подругами, проводим время в кафе, в ресторанах, просто проводим время гуляя по Москве, в каких-то парках. Не принципиально вообще, поэтому знакомиться тоже можно где угодно. Главное, чтобы не в клубе, потому что, как меня мама учила, где познакомишься, там будешь искать при первой ссоре. Вот ты куда бы ее сводил, например? Вот не в клуб, не на улицу, не в ресторан. Ну, к примеру, в консерваторию. В консерваторию. Вот ты когда в последний раз в консерваторию? Да я там вообще ни разу не был. И я не был. Татьяна, у вас вид охотницы, которая приехала из провинциального города и очень хочет обосноваться в Москве и выйти замуж. Это первое впечатление. Тайны. Нет. Это не первое впечатление. Потому что девушки, которые в себе уверены, они выглядят по-другому, они разговаривают по-другому, смотрят по-другому. У вас есть цель выйти замуж. Мужчины таких женщин боятся. Поэтому у вас нет вот той подкупающей простоты, когда, господи, хочется сказать, ну, вот, у вас есть вот какая-то надменность, я не понимаю, откуда она вдруг. Понимаешь, я красивая, но у меня прекрасная душа. Вы знаете, я вот тут вот в костюме Бэтмена, это как-то очень не туда. Поэтому, если хотите действительно встретить хорошего парня, как говорили в моей молодости, будьте проще. И люди потянутся. Вот. Поэтому хотите любить, хотите, чтобы вас любили, немножко откройтесь, хорошо? Вы такая слегка целлофановая. Я пока в вас вот попробовала, попробовала, ничего живого такого не увидела. Я на самом деле немного стесняюсь, возможно, поэтому вы так почувствовали. Никто про меня никогда не говорил, что я охотница. Нет, я не говорю, что это охотница. Просто, на самом деле, все мои близкие говорят о том, что, глядя на твою внешность, кажется, что ты, да, действительно охотница, вот такая вот девица. Вот, смотрите, Татьяна, у вас самая обычная внешность. Я думаю, что утром, когда вы в халате с хвостиком и не накрашенная, то вы такая среднестатистическая девушка 23 лет. Вот я не ослепла, честно вам говорю. И как только вы сами про себя будете так думать, что я, в общем-то, обычная девчонка, у вас появится обаяние. Я прислушаюсь к вашему совету. Ну, вообще, Лариса правильно говорит. Я с ней полностью вообще согласен на данном высказывании. Мне очень жаль, что я не услышала от вас ваших планов на себя в жизни. Потому что девушки, которые приходят сюда, они рассказывают нам о планах на мужчин, о том, что они хотят от этих мужчин увидеть, но многие делятся и планами на себя. Вот чего бы вы от себя хотели в этой жизни? Чего планируете добиться? Я хочу семью большую, чтобы у меня было много детей. Это мои планы. Много сколько? Четверых. Двоих бы я хотела сама родить, а двоих... А какие шаги вы уже к текущему моменту предприняли для этого? Например, получили педагогическое образование, оно в воспитании четверых детей очень помогло бы. Я не спорю, что оно помогло бы, но пока я полагаю все-таки на материнский инстинкт какой-то, который в каждой женщине присутствует. То есть объективно ничего не сделали? Объективно ничего. Это как бы теоретический план. Поняла. Я все-таки вам желаю проживать жизнь и из себя, и для себя тоже. Свои цели ставить. Не в смысле перед мужчиной. Ты должен заработать или ты должен быть таким-то. А задать себе вопрос, какой вы должны быть. Это очень поможет в дальнейшем в отношениях с мужчинами. Вы выбираете независимых, действительно харизматичных, но они обычно не привязаны к женщинам. И на все попытки ограничить потом их независимость, а вы будете пытаться эту независимость ограничивать, они будут давать жесткий отпор. Если вы хотите мужчину, которым сможете управлять, нужно сразу выбирать достаточно мягкого человека. Если вы выбираете того, в ком этот самый стержень виден, будьте готовы становиться послушной, не конфликтовать, и ваше «Я» не должно бежать впереди вас, скажем так. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Левая по Жене» и все на студии Татьяна. Встречайте первого жениха. Удачи! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, здравствуй. Ты такая красивая, у меня просто нет слов. Но я не такой высокий, как ты говорила. Но все-таки я хочу тебе очень понравиться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите. Ну, браво, парень. Перекачанный. Перекачанный, да. Да, спортзал рулит. Это откуда к нам таких красивых дядей занесло? Да мы на самом деле приехали пожениться. Молодцы. С кем? С моим другом. Это мой друг Дмитрий. Мы с ними сработаем. О, давайте на вас посмотрим. Давайте живите. Максим, 37 лет. Персональный тренер фитнес-клуба. По ночам подрабатывает трепетизером. Гордится тем, что легко находит общий язык с людьми. Мечтает переехать в Америку. Чтобы сохранить брак, Максим с супругой пообещали друг другу расстаться со своими любовниками, но в итоге выяснилось, что вновь обманули друг друга. Надеется, что в отношениях с Татьяной всегда будет царить верность. Да, вот так считай. Ну, полжизни прожила. Никогда у меня такого красавца не было и не будет уже. Вот с таким телом, с такими татуировочками. Хоть глаз бы порадовал. Спасибо. Говорят, танцуете так, что глаза могут лопнуть. Ну, можем, да. Показали бы вот эту красоту, хотя бы еще нам по-стариковски осталось тут посмотреть. А? Максим слабой? А тебе деньги? Чтобы... Дура ты, для меня не слабая. Я что, тебе поправлю, это с улицы, что ли? Нет, ну сейчас мы не можем. Да сейчас прямо. Может, она воспользоваться служебным положением для нас? Это тебе и девушка посмотрит. А вы для нее как бы... Не надо для меня. Для нее не надо. Максим, только чтоб как в кино, вот это прям бле-бле. А, вот так в мою сторону можно. Я попробую, конечно. Ой, Максим, Максим. Мама дорогая! Мама дорогая! Я же говорю, деньги нужны, надо бы это припятать. То, что у него хорошее целосложение, то, что он умеет пусывать и заработать в Креписклубе, это еще ни о чем не говорит. Говорит, пришел жениться. Марсин, поднял в настроение. Не надо, не надо! Садитесь пока так. Остыньте немножко. Садитесь. Таня, я прошу прощения. Дорого стоит вот это вот все? Недешево. Больно, наверное? Нет. Да ладно, я тут про душевную боль. Душевная боль дороже стоит. Максим, сколько было лет, когда женился? 29-30 лет. Ну, уже не мальчик. Тоже была, небось, красавица. Красавица, да. Очень красивая. А на каком году жизни решили, что, в общем-то, можно попараллелить? У вас ведь был не треугольник любовный, а квадрат. Наверное, где-то через года четыре. И то, и не я решила, что можно попараллелить. Просто я как бы всегда был в семье, все в семью, работаем, то есть... Ну, то, что немножечко там на сторону сходило, это же вообще не в счет. А куда такой же, нельзя же одной, она же подавится. Ну, да. И что? А у нее кто появился? Ну, у нее появился там кто-то, да, такой... Попроще, надеюсь? Ну, да. Или коллега? Нет, попроще. А можешь тут еще поиграть? Вот так вот. Вот так. Игорь, а у тебя душа красивая. Дима, коллега мой тоже, да. До Димона очередь дойдет. До Димона дойдет. До всех дойдет, да. Максим, все ли решили, что вы больше не-не, и она тоже? Да, все ли решили. Ну, сказали друг другу обещание. Но в итоге обещание никто не мог держать, потому что как бы уже и чувства, и засосало, да, все пошло-пошло-пошло, закрутилось. Но вы правильно сделали? Вы же взяли богатенькую? Да, да. Она вам помогала? Очень, да. А какие у тебя гипотезы? Не, ну а что, он там упашется в этом фитнесе? Ну, сказала, да, то, что на двух, на трех работах тебе работать как бы... И она вам это богатое, я говорила, мои губочки сладкие. И где, да? И вы поплыли? Да, да, да. Ну, я как бы изначально с ней занимался, тренировался. Я даже не сомневаюсь. Вот. И дотренировались. А она была намного старше? На 8-9 лет. А как она вас отпускала на работу? Кто? Жена? Да. Бывшая, прошлая. Нет, любовница. А любовница, а я уже не работал. Правильно. Мы просто ездили, отдыхали, да, фотографировались. Ну, надоело, наверное, рано или поздно. Нет, не то, что надоело. Просто получилось так, что мы в компании с друзьями, с ее подругами улетели просто на один остров, грубо говоря. А там островитянки. Да, и там, короче, выпили. И получилось так, что у меня была бурная ночь с одной... С островитянкой. С ее подругой, вероятно. Нет, ну, да, да. Да, такой не прощается. Вот, и она, да, не могла долго... Ну, как бы прощала-прощала, но в итоге получилось так, что душевная боль пересилла. Она говорит, я не могу с этим мириться. Ну, знаешь, или... Да же он развелся. Ну, уже все, да. Или красивого, или верного. Ну, какого-то негатива не вызывает он. Так нормально. Да нет, парень нормальный, но он из-за нее, это точно не то, что у нас Эльдар. Вот Эльдар, вот это да. Ну, вот сидит перед вами Татьяна. Очень красивая девушка, очень. А какие-то вопросы позадаете? Да я вот просто по поводу своего возраста комплексовую, то, что мне 37 лет. Я прямо вижу весь в комплексах, да, 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 да. Да, и то, что, может быть, тебя смутит моя работа с стриптизой, вот я вот чисто вот из-за этого. Татьяна, смутит? Да. Ну, так, Тань, и долго ли вы еще стриптизом планируете заниматься? Ну, я, как правило, не занимаюсь так, прям, вот, профессионально. Это просто как подработка у меня, и все. Ну, вот, и вы же хотели красивую. Ну, вы считали, что красивый человек, красивый душой. Я же не высокий, вдруг я ей не понравлюсь. Татьяна Анимела вопрос все равно не задаст. Давайте сюрприз. Сюрприз? Да я вот хотел бы показать. Наверное, рубашку уже одевать не буду. Конечно. Хотел бы Таню пригласить и сделать такой персональный тренер. А можешь сначала репетицию со мной? Нет. Это такой тренировка у нас проходит. Примею? Примею. Что-то она ей, что-то, короче, тренировка не нравится. Левая нога назад. На сколько руки? В сторону. В сторону. Потянулась. Нау. То есть вот индивидуальные занятия происходят именно так, да? Ну, почти. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо, парни. Как не хотелось бы с вами расставаться, но придется. А вас, Дмитрий, попрошу остаться. Шутка. В следующий раз. Как хорошо, как хорошо. Как свежо, да? Да, тут свежо, хорошо. Мне девушка очень понравилась. Мария и Карина. Что такие грустные? Не знаю, мне кажется, что замечательный молодой человек, очень красивое тело, красивые татуировки, но то, что он подрабатывает стриптизером, мне кажется, меня сестра этого не приемлет. Ну и как-то для любой девушки, наверное, это всегда какие-то переживания. То есть королевой можно, а вам? Ну, королевой. А как вам, Жених? Жених красивый, тело, фигура, но я считаю, что мужчина вот в этом возрасте должен быть более внутри, в гармонии с самим собой и не работать стриптизером. Все-таки в этом возрасте уже какие-то другие должны быть интересны. Ну, может быть, он ради вас и бросит? Нет. Люди не... Интересно, а как вы определяете гармонию? Вот на мой взгляд, он абсолютно... Я готов, я готов отказаться от работы стриптизера. Готов. А жить на что будешь, сын? Будем, будем жить, я буду работать, буду... Кем? На любой работе. У меня много специальностей. Ну, хоть одну назови. Какой молодец? Я могу работать телохранителем. Ну, тоже. У женщины. Вот мне нужна сейчас эта охрана. Могу работать, водителем могу работать. И не водитель нужен. Водителем могу работать. Кем могу работать? Понравилась Татьяна, да? Да, очень понравилась. Как здорово. Так, красивая. Спасибо. И душевная тоже. Иди, иди. Иди. Хорошо, хорошо, что я это сказала. Хорошо, что ты это сказала. На самом деле. Он офигенский. С потрясающим чувством юмора. Он абсолютно точно попал в мою тональность. Вот такую игривую. Вот просто один в один. Он ироничный. Он не глупый. Он все про себя понимает. И то, что в нем присутствует, самая ирония. Это выше всех похвал. Но вы не созрели. Вы еще не считываете второй, третий пласт. И, ну, хорошо, если вы когда-нибудь сможете так считывать людей. Пока нет. Пока вы вся в себе. Я принцесса. Как тебе, Роза? Как мне? Как тебе тогда, Василиса? Не-не-не, я скажу. Танечка, слышали такое выражение? Женщина из мужчины делает либо... Ну, знаете, как вот по принципу? Из нищего сделать короля, или из короля нищего? Да, слышала. Это заслуга чисто женская. И, кстати, это сказали именно мужчины. Вот вы не способны. Такая женщина, как Лариса, способна. Ну, молодая. Ей хочется большего, наверное. Мужчины с этим типом предпочтений женских действительно лет до 35-40 гуляют. Потом они имеют шансы успокоиться, но он особенно сложный случай. Вот чтобы вы понимали, каковы шансы на то, что он угомонится рядом с одной женщиной, вспомните биографию Высоцкого или Шукшина, например. Вот это тот же самый тип. Женщинами интересоваться будет вечно. Вот так же будет смотреть в глаза, они всегда будут ему интересны. Но это очень соблазнительно для большого количества женщин. Зато все женщины, которые были у Высоцкого и у Шукшина, любая, даже самая проходная случайная, помнит их до сих пор, по сей день. Согласна. И они в споре о первенстве не дают покоя людям, кто из них был любимей, даже если это происходило 100 миллионов лет назад. Такие хорошие ведущие, просто отличные. Она молодец, она всю правду про тебя прямо сказала. Конечно. Давай поженимся теперь в вашем обильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандеву с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Татьяна. Встречайте второго жениха. Татьяна, здравствуйте. Вы очень прекрасная девушка, и я надеюсь, что смогу вас заинтересовать. Спасибо. Проходите. Здрасте. Я пришел с друзьями Виталий и Дарья. Очень приятно. Давайте на нас посмотрим. Андрей, 24 года. Менеджер в китайской торговой компании. Гордится тем, что приехал в Москву без гроша в кармане и самостоятельно поступил в ВОЗ. Мечтает купить квартиру и абонемент в тренажерный зал. Предупреждает, что его избранница обязательно должна найти общий язык с его родителями. В сердцах признался жене в измене и так и не смог доказать ей, что сделал это назло. Надеется, что Татьяна не будет выводить его из себя. Андрюш, а скажите что-нибудь Татьяне по-китайски? Во Айни. Это что было? Это значит... Стихотворение. Ну это на самом деле признание любви. А я думала, это краткое содержание войны и мир. А подлиннее что-нибудь? Узяо англия. Ой, а давай поженимся, чтобы мы знали, как это звучит на китайском. Уамэн де хуньба. Мое счастье. Спасибо. А долго учили? Сашко. Я еще учу, но на самом деле недавно начал учить, наверное, год. Какой молодец, какой молодец. Скажите, так была измена на самом деле или нет? Нет, меня просто в этом постоянно упрекали. То есть на протяжении вот двух лет. Я уже под конец не выдержал, сказал да. И с этого уже, в принципе, началась стадия... А она сказала да? Она хотела это услышать, она услышала. Виталий Соломин, царство ему небесное, рассказывал всякие смешные истории. Он говорит, прихожу домой после спектакля. И Машка, жена, говорит... Витась, есть будешь? Он говорит, буду. Она говорит, будешь? Ну, понятно. И долго она вас так пытала? Часто? Очень часто. То есть все время переписку мою смотрела, делала детализацию всех входящих, исходящих звонков. А что было поводом таких подозрений? Вы выглядите вполне невинно. А ты знаешь, Василиса, ревнивцы, они ведь просто без повода. Вот просто ревнивцы. Или времени у них полно? Да. У меня много подруг, и как бы я не считаю чем-то таким, что... А нафига вам подруги? Что вы с ними делаете? Ну это даже не подружки, это просто контактные знакомые, которым просто пишешь там, или они тебе пишут раз. А вот зачем? У вас что, нерастраченный ресурс времени большой? Вот я не представляю, в браке времени, на домашние дела, на работу... А потом, что вам такого жена не додает, чтобы сидеть там в интернете и переписываться с незнакомками? Ну, самое интересное, что я это потом прекратил делать, а у нее уже осталось... Естественно, подозрение осталось. Ложечки нашлись, и осадочек остался. Нет, это ужасно. Она имела право. Я тоже Игорю устроила скандал огромный. Я говорю, с детьми пообщайся, с детьми пообщайся. Ты из стихотворения с дочерью выучи. Кто эти люди? Кто эти женщины, с которыми ты переписываешься? Зачем они тебе? Они тебя опустошают, эти люди. Они ничего не дают. Они делают тебя абсолютно жизнеспособным. Потому что все, что ты можешь дать в семье, ты должен расходоваться там. Но я буду только надеяться, что это возрастное. С учетом того, что она тоже немножко истерит, как она сказала, и это будет только лишним поводом. Браки, да? Конечно. То есть он сидит, переписывается с какой-то девчонкой. Ну хорошо, а развелись без скандала? Да, без скандала. Потом делали несколько раз попытки к восстановлению, но... Вы ее любили? Да, я ее очень любил. А сейчас не осталось чувства? Может быть, она увидит вас сейчас такого красивого по телевизору? Нет. Поймет, что была дура? Поймет, что на самом-то деле вы ей не изменяли? И начнет вас опять выдергивать? Нет. Ну, я сейчас все хорошо, то есть мы созваниваемся очень редко. О, кстати, вопрос. Татьяна, а если у вас все сложится с Андреем, вас не будет мучить вот эта его бывшая, с которой он созванивается редко? Ну, если она меня не будет мучить и звонить, и писать, если у нас все возможно получится, то, конечно... Нет, она не будет вас мучить. Она будет мучить Андрея. Вот иногда ночью скачет настроение, гадость, Андрюх, только ты меня понимаешь и знаешь. Ну, придется поставить перед выбором, либо я, либо она. Короче, парень неплохой, но шансов у нее нет, Альдар. Она вообще сидит, короче, вообще ничего не проявляет к нему. Нравится вам Татьяна? Да, очень. А внутренний мир ее? Внутренний мир еще пока непонятно. Как видите свое совместное будущее? Совместное будущее? Ну, опять же, мне нужно сейчас в первую очередь на карьеру делать акцент, заработать на квартиру. А вам хотелось бы, чтобы жена в этом тоже участвовала, допустим, в заработке на квартиру? Вы же молодые, ровесники, или мужчина только должен упакаться, чтобы построить? Если она хочет, то я возражать не буду. Нет, а просто, например, сказать. А я бы хотелось, чтобы рядом со мной была девчонка, которая тоже имеет столько энергии и желания, потому что я один надорвусь. А вот мне хотелось, чтобы мы вдвоем. Сколько может? А если она будет на себя исключительно тратить и будет говорить, а ты должен? Ну, вот у меня такая проблема как раз в прошлых отношениях была, но тогда немножко другое было положение. А для вас вот жена и друг в одном флаконе это хорошо? Это очень хорошо, это в первую очередь. А как вам кажется, Татьяна смогла бы стать вам другом? Я думаю, ну, со временем, конечно. Нет, это же считывается сразу. А 80 тысяч мы сейчас зарабатываем? Спасибо. Тогда сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А не спеть ли мне песню о любви, а не выдумать ли? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Над текстом лучший друг Я стану сверхновой суперзвездой Много денег машина, все дела Улыбнувшись, ты скажешь Как круто я тебя обниму Ты права, напишу-ка я песню О любви, да только что-то струна Пара вала, всегда сломалась вперед Ты прости, может, в следующий раз А сейчас пора спать Спасибо, мой дорогой, спасибо С хорошим вкусом, хороший парень Вот такой у вас вдруг, приходите в свою комнату Сыграл четко Как он вам? Мне очень понравился молодой человек Во-первых, то, что он учит язык Я всегда восхищалась людьми, которые знают не только свой родной язык Тем более китайский, он очень сложный язык Играет на гитаре, поет прекрасно И он сдержанный, у него есть какие-то цели в жизни Это прекрасно Еще сестра у меня очень такая достаточно эмоциональная Испыльчивая девушка А он, мне кажется, такой может ее укротить А как вам? Мне очень понравился молодой человек Я считаю, что люди, которые занимаются творчеством Они все-таки Он нифига не занимается Он даже ни одного слова не сказал про творчество Игра на гитаре – это творчество Он только для вас Слушай, творчество – это создание чего-то нового Он поет Но он же поет Нет, он играет на гитаре и поет песни Но это не творчество Ну, неужели вы не чувствуете разницы? Я считаю, что все-таки у него есть творческая штука Сегодня любой человек, кто у окна вышивает глазью Говорит, я занимаюсь творчеством Ребят, вы что-то путаете В общем, мне молодой человек понравился Я считаю, что мы бы нашли общий язык В нем есть действительно какая-то сдержанность Он не эмоциональный И действительно Он не эмоциональный В нужную минуту он сможет меня успокоить Нет, я считаю, что в нем нет бури эмоций Послушайте Эмоциональный и истеричный Это две большие разницы Эмоциональный человек тонко чувствует Перемены какие-то Я не знаю Остро реагирует на какую-то красоту На какое-то событие Это эмоциональный человек А вы просто истеричная натура Это к эмоциям не имеет никакого отношения Он не взрывается, как буря Это очень важно По нему это видно, что он спокойный Потому что он мужчина Сдержанный Ну, это правильно Я считаю, что мужчина таким и должен быть Да заодно его улыбку, как он сидел здесь Боже мой, ну какой парень Вот Лариса меня распустилась Да ладно Мне Андрей очень понравился Я хочу констатировать для всех невест Которые смотрят сейчас нас И для вас тоже Что он действительно готов к браку Вот те первые отношения были у него Ну, не просто по юности Но он из тех мужчин, который к 24 годам Точно созрел для серьезных отношений Вот сейчас, ровно в этом году В 2013-м Его такая зрелость Можно сказать, довершилась Я не знаю, какими событиями это сопровождалось Но ровно этот год сейчас Его делает не просто молодым человеком Или мужчиной А делает его действительно женихом Который готов жениться Я считаю, что это уже большой плюс И все факты за то, чтобы он просто появился в этой программе Совсем скоро невесте предстает Третье свидание после рекламы Смотри на продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай пожените Я предлагаю Татьяне Встретиться с третьим женихом Привет, Таня Очень приятно познакомиться Пройдем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодый человек Очень привлекательный Мне бы хотел Здрасте, Эльдар С кем вы? Это мои друзья Вадим, Максим Очень приятно Давайте На вас посмотрим Давайте АПЛОДИСМЕНТЫ Эльдар 25 лет Специалист Программа лояльности В магазине бытовой техники Гордится тем Что зарабатывает с 15 лет Предупреждает Что не потерпит Нецензурной брани Из уст Любимой девушки Эльдар принял решение Расстаться с девушкой После того Как она ответила ему На вопрос Что такое любовь Надеется, что Татьяна Знает правильный ответ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы со своей женщиной Как-то разговаривая о любви Задали ей вопрос Что в твоем понимании Любовь? Да? Да Был у нас такой А вот я вам тот же вопрос Задаю А в вашем понимании? Любовь Это что-то такое Что заставляет Мне кажется Гореть Вот сердце Оно При виде этого человека Должно биться Просто Как Не знаю Ну это может быть и страсть Это и страсть Это и уважение Это Это блеск в глазах А она вам что ответила? Ну у нее были отношения До меня конечно Ну и у меня были Да Но Она вспоминала своего первого человека Все таки И для нее видимо Было именно И она сказала Ну знаешь Любовь Это когда вот у меня был Николай Ну вот Бывало Мы с ним там На сеновале Вот это любовь Да? Ну не совсем так Ну что-то приблизительное Ну что-то такое Внутреннее чувство Какое-то Ну не знаю У нас было больше Такое уважение Понимание Друг друга Эльдар А как вас любить надо? Ну если я скажу искренне То это вам что-то скажет? Ну и что думаете ребята? Достойный соперник? Достойный Достойный Я думаю достойный Знаете что меня настораживает В связи с вами И в вашем будущем Да? То что вы до сих пор Поддерживаете отношения С вашей бывшей И мама с ней общается Вот Мне кажется Новой девушке Тем более жене Это будет больно И неприятно Ну вот Как-то так сложилось Мамы так могут Даже не по злобе сказать Ой А ты не можешь делать Самсу А вот бывшая Научилась И Эльдарчика кормила Просто без зла Без всякого Без умысла Нет Я думаю что Зачем она вам нужна Ваша бывшая? Ну просто у нас Очень хорошие отношения Я стараюсь С людьми Которые мне дороги Не рвать отношения А вот давайте искренне Раз вы хотите Чтобы вас любили Искренне Честно Вот Как вы считаете? Вы же мама Своё хорошо знаете? Вот мой сын хорошо знает Он мне сразу сказал На мой вопрос Почему ты меня не знакомишь С девушкой Которой живёшь Она тебе не понравится А вот Вы же знаете маму Вашей маме Танечка понравится? Мама такой человек Что она Хотела бы сама Наверное Выбрать Для меня девушку Но для меня Это непременно Пять лет у вас Никого нет Я никогда не поверю Что такой красавец И пять лет один Просто не поверю Ну на самом деле Были небольшие отношения Там два-три месяца Я так поняла Что мама имеет Большой авторитет В этой семье Очень большой А это значит Автоматически хана А как вы считаете Вот Татьяна Может найти Общий язык С мамой Я думаю что да А вы свекрой Сможете мамой назвать? Ну может там Не будет таких требований Нет Почему? Ну потому что Я считаю что мама Она должна быть одна Мама это та Которая родила А как это мать Вашего мужа? Ну я К сожалению Я к сожалению Я не смогу назвать Свекровь мамой А я не хочу Чтобы меня звали мамой Чужие девочки Ну вообще А я считаю Это правильно Даже вот моя бабушка И Говорит Это тяжело Ну назови А потом легче И все Вот у меня прям Свекровь А зачем? Все потому что Так привезда Это традиции такие Хорошие традиции Кстати Вы хотите чтобы Вашу маму называли мамой? Чтобы она дочкой Стала для вашей мамы Это разные вещи Дочкой называть И стать дочкой Это разные вещи Мне кажется Это либо складывается Естественным образом Это невозможно планировать Либо не складывается И зачем это натягивается? Кстати это бред Это бред Это реально бред Друзья мои Давайте посмотрим на сюрприз Таня Я хочу прочесть тебе стихи Собственного сочинения Под нашу музыку Нарисуй весну своей мечты Апрель несбывшихся желаний Собери в кулак Все о чем мечтала ты Тайны внутренних скитаний Я буду рядом И где-то выше Наткнувшись чары твоих глаз Актер погибнет И станет тише Судьбы сценарий ярких фраз Теперь уже не важно сколько Являлся образ твой во сне Но вечно помни Я лишь только Аплодировал тебе Стук сердца твой В нем много света Такой волшебный И родной Я буду долго ждать ответа Наступит день Я буду твой Абсурд? Не думаю Ты знаешь Сказать ведь легче чем понять Творец сказал Что ты растаешь Я так хочу тебя обнять Можете меня обнять Спасибо Проходите Мария и Карина Мне очень понравился молодой человек Конечно Романтичный такой Красивый Приятный Как вам Эльдар? Эльдар сам по себе Приятный молодой человек Но вот ситуация с мамой Меня конечно смущает Если мама действительно Общается с его бывшей девушкой И на протяжении Такого длительного времени То это не просто так Я думаю Что при любом удобном случае Если его нынешняя Или будущая девушка Ошибется Или оступится Мама вставит свое слово И зря он говорит Что он не станет для него решающим Оно станет решающим Не уверенно себя будете чувствовать Рядом с Эльдаром? В плане чего неуверенность? Внешне или... Он красивее Ну я бы не сказала Что он красивее на самом деле Я считаю Красивее Он красивее вас конечно Ну это только ваше женское мнение Нет не моя женская Я слепну от женской красоты Никто не может сказать Так как я ведусь На красоту и талант Навряд ли кто-то Я мужа с вами говорю Посмотреть от нее глаз оторвать невозможно У вас нет ничего особенного? Ну я с вами не могу согласиться Потому что я себя знаю лучше С первых двух-трех минут Или полчаса общения Давать такие характеристики Ну как минимум неправильно Как тебе Эльдар? Сейчас девушки очень много говорят о том Что хотели бы увидеть от мужчины развитие Вот в нем развитие видно Это развитие это какое-то биение жизни Которое есть в глазах В душе В мыслях человека В том как он себя ведет Как он мыслит свой жизненный путь Он ничего не говорил про какие-то безумные амбиции Он ничего не говорил о гигантских приобретениях своих Кстати говоря так же как и Андрей И действительно и в Андрее и в Эльдаре есть такое Вот это самое развитие внутренней биения жизни Оно очевидно Они живые Они очень интересные Я красоте у нас своей наверное знает С детского сада И он не сказал ни одного слова Ему на это наплевать Это настолько очевидно Он не попытался как-то одеться Особенно модно Он не пытался Мне кажется он даже стесняет о своей внешности Потому что вот это его какая-то сутулость Вот это его какая-то неловкость Да? Это так подкупает Это так приятно Эльдар Я понравился Танюша Ты знаешь Внешне она симпатичная Да Но честно говоря Мне кажется мы совершенно разные с ней А если зайдет Выдешь с ней? Я думаю что нет Девчонки Я за Андрея Раз Эльдар у нас такой красавец А Таня ему не подходит То ну значит А что это вы меня слушаете? Послушай Нет Мы так не играем Что это вы сразу ведете Я знаю что у меня Вы меня первый и последний раз может быть видите А тут впереди судьба вашей сестры О чем вы говорите? Я с Андрея О молодец Сеструха Вы что скажете? Я за Эльдара Они сейчас возьмут с ней погуляют Поймут что с ней не интересно И скажут Гудбай Роза Татьяна Я прекрасно понимаю Что зацепиться надо И что Не было как Лариса говорит Золотой ложки Но Есть такая ситуация в жизни Всегда она Причем независимо от того Какая ложка во рту была Редактор субтитров А.М.